Это арматурный список казака. Его должен был составить каждый при командировании на полевую службу. Опись внушительная, около 50 позиций от шапки до конской щетки. В случае, если из-за какого-то имущественного положения казак не мог себе позволить чего-то, тогда опять-таки из общинных, грубо говоря, из станичных денег выделялась определенная сумма для того, чтобы все это казак мог себе позволить. Казаки Алтай – служение Отечеству. Именно так назвали экспозицию, посвященную истории алтайского казачества с 18 до начала 20 века. Казаки – это, конечно, очень уникальное сословие. В них была такая изюминка, как раз эта система местного самоуправления. У нас представлено достаточно большой пласт документов по этому вопросу. Это решения местных сходов, приговоры местных сходов, в которых решались практически все бытовые вопросы казаков. Выставку открыли именно в августе намеренно. Именно в этом месяце, в 1598 году, произошла решающая битва за Сибирь, в которой казаки одержали победу. 20 августа произошла решающая битва за Сибирь. Она произошла на реке Ирмень, это левый приток Аби, в Новосибирской области. И казачий отряд под руководством воеводы Воейкова разбил воинов хана Хучун здесь у нас. Всех, кто хочет узнать чуть больше о жизни и службе алтайских казаков, ждут в Алтайском госархиве. Работа экспозиции здесь продлится до конца января. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. Мария Костолева, consent. Продолжение следует...